Сегодня у нас тема Вот вывод и доступ к файловой системе То есть мы поговорим о том, как при помощи Java полазать по диску, по файловой системе и что-нибудь оттуда зачитать или что-нибудь туда записать Так, почему не работает? Вот, так работает Тема, казалось бы, достаточно простая Но тут есть о чем поговорить на целую лекцию Потому что в Java это сделано достаточно Ну, много всего накручено вокруг темы ввода-вывода И с этим нужно хорошенько разобраться Вот у нас есть следующие пункты, о которых мы поговорим И вот несмотря на то, что тема большая и обширная Все равно иногда бывает, что на Java чего-то не написать И последний пункт посвящен тому, как решаются такие проблемы Когда? В Java нету какого-то класса Он функционально слишком низкоуровневый Специфичный для операционной системы По умолчанию этого сделать нельзя Начнем Я люблю книжки издательства Рейли Вот, они на обложке своих книжек Рисуют всяких смешных животных Вот этот милый зайчик символизирует Подсистему ввода-вывода в Java И начнем мы со следующей простой вещи Класс Называется файл И живет он в пакете Java.io Как, кстати говоря, и почти все остальные классы Связанные с оводом-выводом Которые также будут сегодня упомянуты Почти, но не все Об исключениях будет тоже сказано Экземпляры класса файл Представляют файлы И, как ни странно, директории на диске Получить экземпляр файла очень просто Достаточно вызвать конструктор Сказать new file Передать ему текстовую строчку с путем К файлу или директории Соответственно, эта строчка может быть Какого-то вида понятного данной операционной системе То есть под виндой, например, бывают вот такие строчки Символизирующие сетевые ресурсы Вот такие строчки Символизирующие файлы директории на обычном диске Вот под Linux, под Unix Пути могут выглядеть вот так Все это можно скормить в конструктор файла И получить объект Через который дальше уже можно взаимодействовать с файловой системой И непосредственно делать обращение к этим объектам Вот пример Простой пример Создаем файл и пытаемся получить о нем информацию Вызывая разные методы на объекте типа файл Во-первых, тут можно спросить Является ли путь, от которого мы создали файл абсолютным или относительным За это у нас отвечает метод из absolute В данном случае он возвращает true Потому что путь действительно абсолютный Он начинается с самого корня файловой системы И полный путь до файла от самого корня указывает Пути бывают также относительными Это когда подразумевается, что путь относительно какой-то директории Но сама эта директория не указана В таком случае вначале не будет слэша Или под виндой не будет буквы диска и бэкслэша С такими файлами и путями тоже можно работать Но нужно понимать относительно чего они будут резолвиться И превращаться в абсолютные пути А превращаться в абсолютные пути Они будут относительно текущей директории java-процесса То есть из какой папочки вы запустили виртуальную машину java Относительно этой папочки все относительные пути будут разрешаться То есть запустили, получается, программу из одной папочки получили один результат Запустили из другой папочки получили другой результат Вот иногда это то, чего хочется, иногда нет Надо об этом заранее подумать Из файла можно достать обратно ту же самую строчку С которой мы его создавали Путь getPath Можно достать последний компонент этого пути GetName Это, соответственно, будет либо имя директории, либо имя файла На который мы указываем Можно получить родителя Родительский путь Или родственный метод getParentFile Это будет объект файл, символизирующий директорию, в которой текущий файл содержится Для того, чтобы этот объект создать, нам совершенно не нужно, чтобы такой файл действительно существовал на диске То есть вот эти вот операции, на самом деле, они чисто синтаксический анализ производят на пути и не лезут на диск Ничего там не проверяют Есть операции, которые доступа на диск таки требуют Одна из них — это последняя getCononicalPath Сейчас мы до нее дойдем Значит, getPath Мы ее видели на предыдущем слайде Она возвращает ту же строчку, которую мы в конструктор файла передали Это просто путь, с которым мы работаем Но пути бывают разные И, соответственно, тут целая пачка getPath, которые возвращают какие-то пути Второй из них — это getAbsolutePath Он возвращает тот абсолютный путь, который Java посчитала на основе Исходного пути, который вы ей скормили И текущей директории, в которой Java запущено То есть если путь был относительный, вот этот паз был относительный, то абсолютный путь будет уже, начиная с самого корня файловой системы, как положено, чтобы уникально идентифицировать файл Есть еще так называемый канонический путь Который возвращается вот этим методом последним Этот метод интересен тем, что он выполняет уже не просто синтаксические преобразования над файлом, над путем Но и занимается, например, разрешением символических ссылок То есть если у вас где-то вот в этом пути была символическая ссылка, то Java полезет на диск, посмотрит, а куда она указывает И в итоге построит нам полный путь уже в обход этих символических ссылок По-настоящему, какие настоящие директории ведут к этому файлу Второе, что делает вот этот метод getCononicalPath Он выкидывает из пути все лишнее Лишние компоненты А лишними компонентами являются, например, такие компоненты, как точка и двоеточие Не двоеточие, а точка-точка, двойная точка Двойная точка — это не что иное, как переход на уровень вверх То есть его можно безболезненно вырезать, вырезав также и то, что перед ним стоит, тот компонент пути Ну а компонент пути-точка можно вырезать совершенно безболезненно и ничего больше не менять Вот, canonicalPath, getCononicalPath занимается как раз такими преобразованиями Если хочется путь очистить от всякого лишнего, что там наросло, то можно вызвать этот метод Но он требует при этом доступа к диску уже Следующие методы также требуют доступа к диску и возвращают нам какую-то содержательную информацию о файле Например, можно проверить, осуществует ли файл А является ли он файлом, или может это директория В таком случае из файла вернет false А можно ли из этого файла читать А какая длина у этого файла, размер в байтах Когда он был в последний раз модифицирован И так далее и тому подобное У файла миллион методов, с помощью которых можно разную информацию достать При этом обработка ошибок сделана способом, который вызывает вопросы Вот здесь даже на это указано Что такие методы, как размер или дата последней модификации В случае отсутствия файла будут просто возвращать ноль Они не будут ругаться, как-то никакие эксепшены не полетят Просто будете получать странные данные Какие-то непонятные нули Вот, если В общем, если этого файла действительно может на диске не быть То надо как-то позаботиться Позаботиться о том, чтобы заранее проверить, есть ли этот файл Ну или потом отслеживать, что возвращает каждый из этих методов И тоже действовать соответствующим образом Если же объект файл у нас соответствует не файлу, а директории Что мы можем из него получить? Ну, во-первых, мы тоже можем проверить, существует ли он Она, директория, безотносительно типа То есть этот метод один и тот же Класс один и тот же, метод один и тот же Он проверяет, существует ли это нечто на диске Неважно, какого типа файл или директория А вот следующие методы уже специфичны для директорий Проверка того, что это директория И получение содержимого То есть тех файлов и поддиректорий, которые в этой директории сидят За это отвечают методы list и listFiles В чем между ними разница? Разница в том, что лист возвращает массив Каждый элемент, которого это строчка с именем файла А listFiles возвращает массив Каждый элемент, которого это экземпляр файл Опять же такой нюанс, что если директории на диске не было То методы вам эти будут возвращать null Не пустой список, не пустой массив, а null А кроме того, есть еще перегруженные варианты этих двух методов Которые принимают фильтр Фильтр, то есть, например, вы хотите из директории получить все файлы Имена которых оканчиваются на .exe Ну, по сути, расширение проверяете В таком случае вам нужно в этот метод передать объект Реализующий интерфейс файл-фильтр с единственным методом accept И реализовать его таким образом, чтобы метод проверял А правда ли расширение файла такое-то Вот, и в полученном массиве будут только файлы, которые ваши проверки удовлетворяют При этом в Java нету отдельного метода, который бы у файла получал его расширение То есть, с точки зрения Java, имя, точка и расширение — это все одно большое имя Вот, если вам нужно как-то дальше это анализировать То придется субстрингами там как-то его разбирать Пока что эти все методы были только для чтения Они ничего на диске не меняли Ну, конечно, радость была бы неполной Если бы нельзя было что-нибудь такие на диске поменять Для этого тоже есть методы Некоторые из них я здесь привел Они все живут в классе Java.io.file О котором мы сейчас разговариваем Но для краткости я это не писал Просто подразумевается Значит, create new file Это метод, который просто берет и создает новый файл Возвращает Boolean Удалось это сделать или нет Файл будет пустой Чтобы в него что-нибудь содержательное записать Надо будет еще какой-то код после этого написать Мы скоро научимся такой код писать Метод delete позволяет файл или директорию удалить Но если это директория, то она должна быть пустой Иначе удалить ее не получится Опять же, приходится руками писать некий код Который директорию обходит рекурсивно И удаляет все, что у нее есть Ну, во всяком случае, приходилось до появления седьмой Java так писать Потому что не было других вариантов Сейчас с появлением Java 7, которое вышло уже достаточно давно Есть другой API к файловой системе, который мы тоже разберем В котором все это стало можно В том числе удалять директорию рекурсивно Просто в стандартной библиотеке появились такие методы Следующий метод rename to Это фактически перенос файла с изменением имени Но у него тоже есть нюансы Как и почти у всех методов класса файл, к сожалению Например, нет никакой гарантии, что этот rename Он может успешно перенести файл между файловыми системами То есть с жесткого диска на флешку То есть по сути мы можем на него рассчитывать Только если файл переносится в пределах одной директории Просто переименовывается Вот, если же это разные директории То мы уже не можем быть уверены, что это одна и та же файловая система Потому что их можно монтировать Файловые системы в произвольные директории И в Linux, и в Windows уже тоже И заранее поэтому не скажешь Отработает этот метод правильно или нет Поэтому многие поколения Java-программистов Насобачились уже писать код, который делает перенос файла Путем зачитывания всего файла И дальше записи этого файла по новому пути То есть просто взять все байтики, вычитать из первого файла Записать во второй И первый файл после этого удалить Опять же, это было раньше Раньше не было альтернативы ручному написанию такого кода Или использованию какой-то сторонней библиотеки В которой такой метод написан Сейчас, начиная с Java 7 Подходящие методы были добавлены О них чуть попозже И остались на этом слайде еще два метода Мкадир и Мкадирс Как несложно догадаться из названия Они занимаются созданием директорий Но разница Но их два И между ними есть разница Мкадирс создает максимум одну директорию То есть если у вас путь там А, слэш, Б, слэш, С, слэш, Д И все эти директории не существуют То Мкадир создаст только первую А дальше отвалится Мкадирс, в отличие от него Может создать более вложенную Более глубокую иерархию директорий Ровно столько, сколько необходимо Все эти методы возвращают буллин Признак того, удалось им сделать То, что вы просили, не удалось Опять же, они не бросают исключений А возвращают буллинский флажок Почему это не очень хорошо? Ну, потому что Непонятно, что именно произошло Нету никакой информации о том Какая ошибка случилась Во-вторых Если вы специально не написали Ив, который проверяет возвращаемое значение То очень легко ошибку пропустить Такие вот недостатки у этого существующего API Ну, извиняет его лишь то, что он существует Практически с самого появления Java на свет Там, с самых первых версий 1.0 или 1.1 даже Вот, и с тех пор поддерживается И соображение обратной совместимости То есть менять его как-то кардинально уже не могут Когда же всех достало в итоге Что операции с файлами не очень удобные Решили рядом написать еще один набор классов Которые уже реализуют Вот вывод Доступ к файловой системе по-человечески И эти классы живут В новом пакете Который называется Java Neo File В нем живет целое семейство классов Семерки Java 1.7 Ну, то есть сейчас уже можно смело использовать Если пару лет назад еще не все перешли на Java 7 То сейчас уже почти Еще иногда вот этот новый набор классов Называется NIO.2 Так что если вы где-то встретите такую аббревиатуру Возможно, речь идет именно об этом Новый API Несколько более стройный В нем нету таких косяков Например, как булевские флажки возвращаемые Удалось, не удалось Тут все будет Все ошибки будут бросаться в виде исключений Кроме того, сильно расширены возможности По работе с файловой системой С расширенными атрибутами файлов Такими, как владелец файла, допустим Там, права доступа к нему Можно по-человечески работать С символическими ссылками Создавать их, в частности Проверять, а куда ссылка указывает Раньше это было Только косвенно через GetCanonicalPass Можно было как-то понять Что это, наверное, где-то у нас Символическая ссылка в пути была Теперь это как-то более по-человечески Можно сделать Кроме того, теперь можно Повесить Слушателя на изменения файловой системы То есть сказать, например Я хочу отслеживать все изменения файлов В такой-то директории И получать нотификации об этом Вот вплоть до такой фичи Добавили в стандартную библиотеку возможности Центральная сущность этого нового набора классов Это path Java Neo File Path Это интерфейс Реализации которого от нас скрыты Ну и хорошо Нам достаточно вполне этого интерфейса И он представляет собой По сути Путь в файловой системе Очень похоже на Java I.O. файл С тем лишь исключением Что непосредственно через экземпляр этого пути Нельзя получить доступ к файловой системе То есть это как бы Вот такая строчка Обернутая набором удобных методов По синтаксическому разбору этого пути А вот для того, чтобы Допустим, прочитать содержимое файла Нужно уже заходить сбоку И пользоваться другими классами И другими методами Которые вот находятся за рамками этого интерфейса В частности, есть класс под названием files В этом же пакете И у него есть куча статических методов Несколько примеров работы с этим новым классом path Во-первых, как там получить экземпляр этого интерфейса Который там объявлен Экземпляры получаются через еще один класс С названием paths И кучей статических методов В частности, есть метод get Который по строчке возвращает соответствующий путь Дальше этот путь можно проанализировать Ну так же, как и файл Java.io файл На то, является ли он абсолютным Получить обратно строчку Получить обратно последний компонент Предыдущие компоненты Количество компонентов Конкретный компонент по индексу Вот, это, кстати, то, чего файл не позволял Если вам нужно было разбить весь путь на компоненты То нужно было тоже вручную писать какой-то код Со сплитами Разбивать строчку по разделителю В интерфейсе path уже подходящие методы есть Можно более подробно С меньшим количеством кода разбираться Что же у вас за путь в файловой системе Вот, когда же речь заходит о том, чтобы залезть уже непосредственно на диск Что-то оттуда зачитать или туда записать То мы идем через класс files с его статическими методами Проверка существования Проверка того, обычный это файл или какой-нибудь необычный Вроде директории или символической ссылки Можно ли оттуда писать, оттуда читать Какой размер у файла Когда он был в последний раз модифицирован И так далее и тому подобное Методов там очень много Это просто несколько для примера Вот здесь обработка ошибок сделана по-человечески И методы будут бросать исключения, если файла нет Соответственно, ошибка не останется незамеченной Тот аспект, что и файлы, и директории представляются одной и той же сущностью Он никуда не делся Директории представляются тем же пасом И через тот же класс files с его статическими методами Можно что-то из директории получить Проверить ее на существование, проверить, а директория ли это А вот таким новым способом можно получить содержимое директории Вызывая статический метод getDirectoryStream, мы получаем объект Вот такого типа directoryStream с generic параметром path Ну а потом его обходим в цикле forEach Поскольку он реализует iterable И получаем все, что там в директории было При этом вот этот ресурс directoryStream На низком уровне ему соответствует некий объект файловой системы Там дескриптор директории или handle Поэтому его нужно освобождать после того, как с ним поработали Именно поэтому у меня в примере здесь блок try с ресурсами То есть, как мы помним, вот такой синтаксис try Дальше объявление некоторого объекта Дальше блок с кодом Это означает, что мы в начале блока вот этот ресурс взяли А в конце блока вызвали у этого ресурса метод close Соответственно, все ресурсы, которые там внутри него были выделены Они тут будут освобождены этим вызовом метода close Кроме того, стрим можно получить не просто Возвращающий все содержимое директории А с некоторым фильтром опять же Есть перегруженный вариант метода со вторым параметром фильтр Туда можно заранее сказать, какие файлы нас интересуют И получить на выходе уже именно их Может показаться, что тут больше кода приходится писать Для обхода содержимого директории Но это, пожалуй, это правда Но у этого есть вполне уважительная причина Например, если у нас очень большая директория То в случае с Java.io файлом и с его list и list files Нам бы возвращались какие-то огромные массивы Которые, может быть, нам целиком и не нужны Там мы первые три пройдем, а остальное выкинем Вот этот способ доступа позволяет не держать Каких-то больших коллекций объектов в памяти Они могут зачитываться с диска по мере того Как вы их из этого дирстрима извлекаете И как только вы заканчиваете читать отсюда Сколько прочитали, столько прочитали Все, остальное даже с диска не поднялось То есть потенциально такой подход более эффективен На больших объемах данных В том же классе Java.io файл 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 Есть набор статических методов для модификации файловой системы Ну тут все достаточно похоже на то, что было в файле С точностью до имен Хочу обратить внимание на методы move и copy Они наконец-то работают надежно Вне зависимости от того, на каких файловых системах Расположены те файлы, откуда вы копируете и куда вы копируете То есть при необходимости они там сделают это самое побайтовое чтение И побайтовую запись Кроме того, у этих методов есть масса параметров Флажков разных, при помощи которых можно их настроить А что делать, например, если целевой файл уже существует Ругаться нам или просто его перезаписать Если же что-то не получилось, то они будут бросать исключение Вот теперь большинство задач доступа к файловой системе Этим новым API подкрывается Следующий пункт нашей программы Это Вот мы, значит, с файловой системой пообщались Узнали, какие там файлы лежат Можем определить, есть нам нужный файл или нет Теперь мы хотим из файлов уже почитать какое-то содержимое И про это следующая часть лекции Ну и начнем с двоичных файлов И с доступа к файлам как к потокам байтов и битов Мы считаем пока что, что файлы не текстовые, а какие-то бинарные Ну пусть, например, картинки Почему бы нет? Вот как же нам прочитать байтики из PNG файла, например Для решения этой задачи в Java есть классы InputStream и OutputStream Соответственно, InputStream предназначен для того, чтобы данные зачитывать Двоичные данные откуда-то в вашу программу А OutputStream предназначен для того, чтобы ваша программа могла куда-то что-то записать Какие-то двоичные данные байтики Эти классы Так, давайте, чтобы не наврать Input Нет, я хочу Java IO Да, это абстрактный класс Я сомневался, интерфейс это или абстрактный класс, но все Это абстрактные классы InputStream и OutputStream В их объявлении вот на этом уровне абстрактных классов не сказано, откуда и куда Откуда они читают и куда пишут Они определяют просто общий интерфейс, при помощи которого вы можете операции чтения и записи делать с любым источником и с любым получателем А для того, чтобы работать уже с этими конкретными источниками и получателями, есть конкретные подклассы Несколько примеров Ну вот несколько примеров Например, чтобы почитать из файла, есть файл InputStream Который принимает в качестве параметра аргумента экземпляр файла Или просто путь Можно почитать данные из какого-то массива байт в памяти Почему бы нет Так, остальное чуть позже Что у нас есть в этом абстрактном классе InputStream для чтения? На самом деле не так уж и много По большому счету 4 метода Считаю close Метод read Он занимается тем, что возвращает один единственный байт из входного потока Ну, мы считаем, что во входном потоке есть некий курсор-указатель Который смотрит в конкретное место этого потока И мы с этого текущего места читаем следующий байт А указатель двигаем на следующий байт Соответственно, следующий вызов read Прочитает следующий байт и двинет курсор еще дальше Когда мы дойдем до конца входного потока Например, до конца файла Метод вернет нам минус единицу Интового, разумеется Да, возвращаемое значение у него int Но по сути он возвращает байт Чтобы получить вот из этого инта байт Нужно сделать приведение типа к байту Будет вам один байт Вот, а вообще получается, что любой вызов этого метода Кроме вызова уже в конце стрима, когда возвращается минус единичка Вот во всех остальных случаях старшие три байта в этом int будут нулями Вот так вот Такая особенность Читать по байт на большие объемы данных не всегда эффективно Поэтому есть рядышком еще два метода Которые читают в переданный буфер И могут таким образом за одну операцию чтения Зачитать сразу большое количество байтиков Из вашего источника А именно столько, какого размера вы передали туда массив Или вот во втором варианте, кроме массива, можно передать отступ от начала массива Откуда мы начинаем байты принимать И количество байт, которые мы хотим получить Ну, разумеется, эти offset и lens должны быть валидными Относительно этого массива Не выходить за его границы И при успешном выполнении метода Вот этот вот диапазон ячеек в нашем массиве Будет заполнен данными из входного потока Метод close освобождает любые ресурсы, связанные с этим input stream Вот, надо не забывать его вызывать Но хорошая практика просто использовать trice-ресурсами Которые вызовет close за вас Вопрос, да Какие значения возвращают вот эти два метода? Они возвращают количество байт, которое им фактически удалось прочитать Это число может быть меньше, чем мы просили Опять же, потому что просто закончился входной файл На это значение нужно смотреть Чтобы не начать читать из этого массива какой-то мусор Который там был до вызова этого метода Вот про парочку подклассов я уже сказал А есть еще два примера Довольно интересные Которые иллюстрируют в целом концепцию Заложенную в библиотеку ввода-выводов Java Концепция эта заключается в том, что стримы можно вкладывать друг в друга или оборачивать Добавляя при этом новую функциональность какую-то Вот самый характерный пример Deflator Input Stream Это стрим, который по ходу чтения распаковывает вам входной поток Разархивирует То есть вот этот стрим дает вам некое запакованное содержимое Мы его заворачиваем в Deflator Input Stream И методы этого Deflator Input Stream Будут возвращать вам уже распакованные данные Распаковка происходит внутри Внутри вот этих методов Как бы прозрачно для вашего приложения То есть вам не важно, какой был входной поток Вы просто читаете из него байтики А что с этим потоком по дороге происходило Жали его, пережали, перекодировали Это все спрятано в тех стримах, которые потенциально его оборачивают Таким вот образом Data Input Stream Подобных сложных преобразований не делает, как Deflator Но он добавляет несколько полезных методов Для зачитки из потока байтов Некоторых более сложных структур Например Инт, который по сути представляет собой 4 байта Для того, чтобы нам зачитать инт из стандартного Input Stream Пришлось бы приложить некоторые усилия Вычитать отдельно 4 байта Потом как-то битовыми операциями из них склеить инт В Data Input Stream для всех примитивных типов Подобные хитрые манипуляции уже реализованы Кроме того, там есть метод, который легко и просто зачитывает строчку JavaLangString Просто для примера Сейчас покажу один из методов Как реализован этот стрим Ну понятно, что в конструктор он принимает некоторый стрим, над которым он будет добавлять эту функциональность Сам он никакому физическому источнику не соответствует То есть ему все равно, файл там, сетевой сокет или что бы то ни было ReadInt Вот, пожалуйста Он 4 раза вызывает рид отдельных байтов Из исходного потока А дальше Ну, во-первых, он проверяет, а не получили ли мы где-то там по дороге минус единичку Значит, что мы дошли до конца потока и надо кинуть исключение Инт нам уже не получить здесь Ну, а потом занимается вот этим побитовым колдовством Для того, чтобы собрать из 4 отдельных байт Инт Ну и остальные методы тут как-то похожим образом реализованы ReadUTF, например, читает строчку И вот тут уже несколько посложнее Но мы можем по этому коду, например, понять А как именно упаковывается строчка в бинарный поток Видим, что там есть Unsigned Short Prefix Который обозначает длину этой строчки А дальше какие-то массивы байтов и символов тут преобразуются Иногда лучше об этом не задумываться, а просто использовать хорошо работающий метод Если у вас когда-либо возникнет задача записать JavaLangString в бинарный поток То вместо того, чтобы выдумывать свой собственный протокол, как его там представлять Надо пользоваться этим DataInputStream и родственным ему DataOutputStream Ну вот он, родственник OutputStream, который занимается выводом двоичных данных куда-то На данном уровне абстракции мы еще не знаем, куда именно Для этого есть конкретные подклассы Вывод файл, пожалуйста, файл OutputStream Вывод просто в область в памяти, где мы будем накапливать байтики Пожалуйста, байтеры OutputStream DataOutputStream — это класс симметричный DataInputStream с операциями для вывода примитивных Java-типов и стрингов Ну и мы можем, например, запаковать наш поток тоже прямо при записи При выводе, обернув его в Deflator OutputStream Какие методы нам предоставляет OutputStream? Начинается все с самого простого метода write, который записывает один-единственный байт Опять же, параметр у него типа int, но по факту от него возьмется только младший байтик из четырех И запишется в выходной поток Есть варианты, когда мы передаем сразу пачку байтов в виде массива Которые должны быть в этот выходной поток записаны Либо мы говорим, что надо записать весь переданный массив Либо какой-то его поддиапазон указанный Начиная с такой-то позиции, столько-то байтов нужно взять и записать Появляется метод flash, который говорит, что все, что мы, может быть, потенциально накопили где-то в памяти Надо сбросить дальше, зафлашить Ну а метод close освобождает ресурсы, которые были потенциально у операционной системы взяты Для работы с файлом, с сокетом или чем бы то ни было, что предоставляет этот OutputStream Ну при этом перед методом close, перед вызовом close флаж вызывать не надо, потому что это подразумевается Все и так будет корректно закрыто и сброшено, даже если флаж явно не вызывать Достаточно распространенная идиома по копированию из входного потока в выходной поток Которая как раз иллюстрирует нюансы использования методов Нам понадобится некий временный буфер Размер его достаточно произволен Ну вот сейчас мы решили по килобайту копировать данные такими блоками Дальше в цикле вызываем метод read на входном потоке, передавая ему наш буфер Очень важно получить его выходное значение Мы его здесь сразу присваиваем в переменную Почему? Потому что во входном потоке могло не быть нужное количество байт В таком случае будет зачитано меньше И количество это возвращается Вот это вот, bytes read, это количество действительно прочитанных байтов Если не удалось прочитать ни одного байта, то есть bytes read 0 Это означает, что поток закончился Вот, и соответственно цикл копирования можно прервать Если же там что-то больше чем 0, то надо вывести наш буфер в поток вывода Используем самый подробный метод, который говорит из какого массива, начиная с какой позиции Сколько байт нужно взять и отправить в выходной поток Вот, это было про двоичный вывод Когда вы еще не знаете Ну вот работаете с произвольными байтами, которые пока никакого смысла не имеют Если же у нас более интеллектуальная задача И теперь уже нужно работать с текстовыми файлами Нужно разобрать вот некую кодировку, в которой текст закодирован И работать на уровне символов, строчек и чаров джавских То для этого существует еще парочка классов в том же пакете Java IOL Это Reader и Writer Reader для чтения, Writer для записи Они тоже абстрактные И пока что на этом уровне абстракции не говорят о том, откуда и куда идет ввод и вывод У них есть подклассы для конкретных случаев Ну и как обычно, IOL exception в случае ошибок В принципе, у них все очень похоже на стримы Ну и правильно Потому что задачи очень похожи И почему нужно решать их по-разному Единственное, что отличается, это значения, типы параметров Теперь мы работаем с массивами символов А вот этот метод read, который возвращает один символ Он заполняет уже два младших байта возвращаемого int Поскольку char в Java это два байта То, соответственно, они могут быть заполнены в этом возвращаемом int Когда мы дошли до конца потока Read будет возвращать минус единичку Так, close понятно Теперь о том, откуда же берутся те текстовые данные, которые мы будем получать Это определяется подклассами У нас есть input stream reader Который в качестве источника данных использует любой байтовый поток Java.io input stream И декодирует его в соответствии с некоторой кодировкой в символы Но при этом декодирование может быть иногда достаточно хитрое То есть не все кодировки, например, однобайтные, далеко не все Тот же UTF-8 один символ может кодировать последовательностью от одного байта Ой, черт знает до скольки Не помню, то ли до 8, то ли до 13 Все это преобразование происходит внутри input stream reader Он все это сделает за вас в соответствии с той кодировкой, которую вы ему передали В стандартной библиотеке есть поддержка почти что всех известных науке кодировок Мне не приходилось встречать ту кодировку, которую бы Java не поддерживал из нужных на практике При этом есть еще конструктор у input stream reader Который принимает только input stream без указания кодировки В таком случае используется некоторая кодировка по умолчанию Которая там где-то в настройках виртуальной машины зашита Кроме того, можно зачитывать байты Не байты, зачитывать символы просто из массива символов из памяти Взять, завернуть его в char array reader и использовать тот же самый интерфейс для получения оттуда данных И еще один буфер reader обертка Buffered reader Его единственное предназначение это добавлять буферизацию некоторому потоку, который под ним То есть, buffered reader внутри себя имеет некий буфер, в который он заранее считывает большой кусок из вложенного ридера И потом, даже если вы на этом buffered reader будете вызывать read, 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 read по одному символу Извините Вот этот вот метод read, read, read Это все равно будет достаточно быстро работать, потому что по факту вы читаете из массива в памяти Если же этот ридер не баферит ридер, а обычный То потенциально каждый вызов вот этого рида может приводить к вызову системному Системному вызову зачитки одного символа из файла с диска То есть это может быть не очень эффективно Ну и еще из забавного, вот, buffered reader добавляет такой полезный метод, как read line То есть можно считать строчку целиком Но это достаточно удобно Правда, непонятно, почему ее запихали именно сюда, в buffered reader Ну и writer тоже, он симметричен ридеру Похож на output stream Отличается только типами параметров Аналогично у нас есть подклассы для записи символов в файл Ну даже не файл, а в любой произвольный бинарный поток Который может соответствовать файлу, сетевому соединению Там, байтовому массиву в памяти и т.д. и т.п. Можно выводить символы в массив символов в памяти Можно добавить еще буферизацию Опять же, чтобы не мучить операционную систему заданиями на запись одного байта на диск А заранее их накопить и сбросить большим куском Да, вот тут из забавного добавляется метод newline в buffered reader То есть по-честному мы можем сказать А теперь выведи новую строчку, только вот используя этот buffered reader Хотя, конечно, никто нам не запрещает просто вывести чарт с кодом 13.10 И еще парочка классов Если кому-то было мало Классы называются printstream и printwriter Printstream и printwriter По именам можно догадаться, что стрим работает на уровне байтов Райтер работает на уровне символов Они являются обертками, соответственно, над некоторым потоком байтов И некоторым потоком символов Они работают на выход То есть через них мы осуществляем вывод данных куда-то Суть В чем польза этих классов Они добавляют такие методы, как print, println и printf Это первое их отличие от того, что мы видели В обычных райтерах и outputstream Второе, вместо того, чтобы из всех методов кидать исключения Эти классы исключения не кидают Они вместо этого устанавливают внутренний флаг ошибки Если что-то пошло не так в какой-то момент То вы об этом не узнаете, если специально не поинтересуетесь Есть специальный метод проверки Дорогой райтер, а у тебя случайно не было ли ошибки А если этого не спросить, то можно об этом и не узнать С одной стороны ошибка может остаться незамеченной С другой стороны отсутствие хвостика с rows.io.exception Объявления этих методов сильно упрощают нам код Когда мы работаем с этими классами То есть не надо везде пробрасывать это исключение Или не надо везде писать trycatch и его как-то ловить Если же нам нужно зачитать некоторый форматированный текст То для этого в Java есть еще парочка классов Один из них streamtokenizer Он умеет разбирать текст на слова и числа Он существует уже очень давно, старенький Не очень большая у него функциональность Но тем не менее работает каким-то образом В Java 5 был добавлен еще один класс Java Util Scanner, который уже сильно продвинутый Он умеет разбирать все примитивные типы Умеет искать во входном потоке токены по regexp По регулярным выражениям И более того, он даже поддерживает форматирование чисел Дат с учетом локали пользовательской То есть в некоторых странах принято в качестве десятичного разделителя Использовать точку, в других запятую Вот он тоже этому обучен И может зачитывать с учетом этих региональных особенностей В каком-то смысле вот эти два класса Образуют симметричную комбинацию вот этим двум Print stream и print writer для вывода форматированного Streamtokenizer и scanner для форматированного ввода Ну и наконец-то, пройдя через тернии И узнав об этом диком количестве классов в пакете Java.io Мы можем понять, что же такое system.in, system.out и system.r Которыми пользовались наверняка при написании программ Для ввода и вывода в консоль Значит, in — это у нас input stream То есть двоичный поток, поток байтов Из него можно читать байтики Если же нужно читать из него текст, его нужно чем-то обернуть Например, input stream ридером плюс buffered ридером Для того, чтобы почитать Вот, print stream и... Print stream — это у нас стандартный поток вывода И стандартный поток ошибок Out и R То есть они тоже производят на свет байтики При этом помимо тех самых свойственных output stream-up методов Вот этих вот У них есть еще print, println и printf Которыми обычно как раз и пользуются А вот этими write'ами обычно в system.out Ну вот как-то мне не доводилось, чтобы писали Не доводилось видеть, чтобы писали Но, тем не менее, такие методы там есть Ими можно пользоваться Вот, и вы, наверное, теперь заметили Что зайчик не такой уж и безобидный, да? Который был на первом слайде Потому что это еще не все Это еще не все И в Java есть еще один набор классов для ввода-вывода Посчитайте, какой К счастью, он нужен достаточно редко Это то, что живет в пакете Java Neo Называется тоже Neo Обычно И это набор классов, которые принято использовать В случае, если у вас высокопроизводительное Масштабируемое приложение В котором очень важен неблокирующий ввод-вывод Что такое неблокирующий ввод-вывод? Это когда вы говорите, что Я хочу из такого-то потока получить 10 байт И ваш поток исполнения на этом не блокируется Программа может работать дальше Но в какой-то момент Дальше она получит уведомление Ага, 10 байтиков уже пришли Их можно обработать То есть большое количество задержек на ввод-вывод Если он интенсивный Можно убрать, перейдя на использование вот этих классов К счастью, в программах типа Hello World И там калькуляторы То, что вам придется писать Это не очень актуально Но нужно все-таки знать о том Что такие вещи существуют Где они живут И когда к ним нужно обратиться Вот ключевые слова здесь Это буфер, канал и селектор Буфер это по большому счету Как бы массив в памяти Только хитро обернутый Channel это как стрим Input stream или output stream А селектор это такой сервис Который позволяет Ожидать событий ввода-вывода На каналах То есть Та самая возможность сказать Канал я хочу получить Вот в этот буфер Из тебя 10 байт Дерни меня, когда будешь готов Дальше программа продолжает Исполнение Делает какую-то другую полезную работу А когда селектор скажет Что все 10 байтов пришли Можно обрабатывать То программа их обработает Ну и наконец Я обещал, что Даже вот того обилия классов Которые в Java есть Не всегда хватает Ну самый простой пример С которым лично мне приходилось Сталкиваться Это например создание Символической ссылки В Linux Ну и в винде На самом деле тоже Но у меня было конкретно в Linux Тогда еще не было семерки В которой все это можно было сделать По-честному И приходилось Как-то изворачиваться Какие у нас есть Варианты по изворачиванию Ну во-первых Есть возможность Запуска внешнего процесса То есть Виртуальная машина Это отдельный процесс В операционной системе Она может стартовать Любой другой процесс Вплоть до ноутпада Ну зачем ноутпад стартовать Не очень понятно А вот какую-нибудь Консольную командочку запустить Это запросто И вот такой Маленький-маленький пример Того как Получить Листинг текущей директории Вот эта досовская команда Дир Передается Командному процессору Виндовому При помощи Класса Процесс-билдер Метод Старт Запускает этот процесс А дальше Из процесса Можно получить Его Инпут-стрим Его Аутпут-стрим И эрор-стрим На самом деле Тоже можно получить Просто В этом примере Этого нет Вот Ну а дальше Все как мы уже умеем Читаем из этого потока Те символы Которые команда Дир Вывела в консоль Мы их получим Здесь С этого конца И можем делать С ними То что надо При этом Вот тут еще в конце Вызов Специального метода Который дождется Пока Запущенный процесс Благополучно Умрет Закончит Своё существование Ну и второй Способ Написать некий код Платформенно-специфичный Это собственно Реализовать его На каком-то нативном языке С есть плюс-плюс С ассемблер Все что хотите И подключить В джаву Ну я Здесь просто говорю Что это можно Что ключевое слово Для поиска Это джава-натив Интерфейс Или GNI Вот Но без подробностей Ну Понятно Что вы при этом Теряете возможность Переносимости Вашей программы На другие операционные системы То есть Вот эту вот Самую нативную реализацию Нужно иметь Под все операционные системы Под которыми Ваша программа Должна работать Под винду Такую Под винду Секую Под линукс Под макось Солярис Айкс Вот Так что не всегда Это приемлемо Но такая возможность Технически существует Это все мы сегодня узнали И оставшиеся Ну у нас почти 25 минут Хочу посвятить разбору некоторого примера Вот Я захотел продемонстрировать Всю эту Кучу классов Которую мы с вами Сейчас разобрали На каком-то Более-менее Понятном Примере То есть Программа Которая делает что-то полезное И активно использует Ввод и вывод В стандартной библиотеке Java Я решил написать Свой велосипед Архиватор Почему бы нет Для Учебного примера Вполне сойдет Архиватор у меня Будет очень простой Он будет уметь Запаковывать одну директорию В файл архивный И обратно распаковывать Этот файл архивный Получать на диске директорию Со всем ее содержимым Архиватор мой будет иметь Интерфейс командной строки Принимает он ровно три параметра Здесь Строчка usage Говорит каких именно Первый параметр Это операция Пакуем или распаковываем Второй параметр Это имя файла Архивного С которым мы будем работать Либо мы его будем создавать Либо мы из него будем зачитывать И директория Опять же в зависимости от режима Это либо директория Которую мы архивируем Либо это директория В которую мы положим Результат распаковки Ну вот таким нехитрым способом Мы получаем Параметры командной строки И в зависимости от режима Мы вызываем один из методов Давайте разберемся с тем Как устроена запаковка Для того чтобы Не писать большие простыни кода В одном классе Я завел отдельный классик Предназначенный для создания Моих замечательных архивов У него есть конструктор Принимающий Путь к файлу Это путь к файлу Который мы будем создавать И метод Который добавляет в этот архив Директорию Рекурсивно ее обходя Добавляя содержимое всех файлов Ну давайте посмотрим Что у нас внутри Этого класса Внутри у нас единственное поле OutputStream Вот такого вот класса DataOutputStream По сути это выходной поток байтов С дополнительными операциями Для записи JavaPrimitiv Как мы его получаем? Получаем мы Сначала обычный outputStream При помощи вот этого Статического метода ClassicFiles Помимо имени файла Мы в этот статический метод Передаем пару флажков Которые говорят А как именно мы будем файл открывать В частности Если файл еще не существует То мы его создадим Такой флажок И если файл уже существует То нам его нужно Опустошить перед тем Как мы в него будем писать Вот А тот стрим Который нам вернулся Мы оборачиваем в DataOutputStream И получаем Таким образом Дополнительные операции Для вывода JavaPrimitiv Теперь посмотрим на метод Который добавляет директорию в архив Нам нужно каким-то образом Обойти эту директорию рекурсивной И взять из нее все файлы Добавить в архив Решаем задачу Обхода директории Вызовом вот такого Замечательного метода LogFile3 Который первым параметром Принимает директорию Которую мы собираемся обходить А вторым параметром Объект Методы которого Будут вызываться При разных событиях Случающихся В процессе обхода Событий там на самом деле Несколько Вот Перед тем Как мы войдем в директорию Посещаем файл Не смогли посетить файл После того Как вышли из директории Да, и все Ну то есть их Раз, два, три, четыре Но меня интересует Только один Только одно событие Когда мы успешно посетили Какой-то файл Обработчик этого события У нас очень простой Мы берем этот файл И добавляем его в наш архив А в качестве возвращаемого значения Говорим, что Все замечательно Давай обходить файлы дальше Вот этот флажок говорит, что Обход продолжаем А могли бы сказать Пропустить всех соседей Пропустить все под дерево Или вообще закончить Обход То есть вот через вот это Возвращаемое значение Можно управлять процессом обхода Да, что еще я тут сделал Такого, что может быть На первый взгляд удивительно Я здесь создал Экземпляр Некого анонимного класса То есть вот с одной стороны Я сказал, что у меня это Simple File Visitor С другой стороны Я здесь открыл фигурную скобочку И еще дописал реализацию Какого-то метода Которого Которая отличается от реализации В Simple File Visitor На самом деле Вот это вот В Java такой синтаксис Для объявления анонимных классов Для одноразового использования То есть мы можем прямо сказать New Имя интерфейса или класса А дальше в фигурных скобочках Все нужные методы Перечислить Реализовать Вот это будет класс С неким Служебным именем Там Bugs1 Являющийся наследником Указанного класса Или интерфейса То же самое можно было Можно было написать более Подробно Более подробно Но идея правда не предлагает Отписать руками долго будет Но на самом деле Функционально Это эквивалентно тому Что мы где-то в сторонке Объявили наш новый класс На следующий вот такой Переопределяющий его метод А сюда передали просто его Новый экземпляр Созданный по-честному Теперь посмотрим Как же у нас добавляется Один конкретный файл с диском В наш архив Вот здесь-то мы пользуемся Удобными методами Data Output Stream Поток Наш архивный файл Будет состоять из Записи Следующего вида Запись, 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 запись Каждая запись состоит из Имени файла Creation Time Creation Time Last Modified Time И содержимое файла Вот, каждая запись Будет состоять из этих Четырех элементов Просто записанных Последовательно Так что здесь я просто Порождаю одну Такую запись Сначала я при помощи Метода WriteUTF Записываю в поток Имя файла Ну тут есть Некоторое колдовство С получением Относительного имени Потому что Когда я создаю архив Я обычно не хочу Чтобы у меня там был Полный путь Там C двоеточие Бла-бла-бла-бла-бла Вот, я хочу Чтобы там был какой-то Путь относительно Той директории В которой я нахожусь Вот, поэтому здесь Вот это преобразование Стоит Relativize Low battery Ну ладно Так Дальше я записываю Два лонга Это таймстэмпы Создание файла И последние его модификации А дальше Вот таким хитрым способом Я буду выводить Все содержимое файла В чем хитрость? Хитрость в том Что когда мы будем Читать вот этот Архивный файл обратно Вот здесь Вот с первыми Тремя элементами Все просто Строчки Data output Стримом Сириализуются Таким образом Что там сначала Префикс длины Потом Байтики Символы Соответственно Вот это понятно Как прочитать И где остановиться Два лонга Тоже элементарно Зачитать Они фиксированы И ширины Каждой по 8 байт Тоже понятно Где остановиться А вот когда мы читаем Содержимое файла То тут уже Где остановиться Становится непонятно Где заканчивается Вот эта запись С его контентом И начинается Следующая Эту задачу Я предлагаю Для примера Решать следующим образом Разбить Вот это содержимое Файла Которые Которые мы Архивируем На кусочки На некие блоки И записывать Каждый блок С префиксом Его длины Для примера Я взял длину Префикс длины В 2 байта Это нам дает Максимальную длину Блока 65535 байтов То есть Вот этот контент Он тоже представляет Из себя Последовательность записей 2 байтика Дальше Содержимое 2 байтика Длина Содержимое И в конце Маркер того Что контент Закончился Это 2 нуля 2 байтика С ноликами При помощи Такого подхода Мы можем В наш архивный файл Как бы Встроить Любое количество Байтов Собственно С любыми значениями Этих самых байтов И при этом Понять Где нам нужно Остановиться При чтении Как же это Реализовано Теперь Когда вы поняли Идею Интересно Посмотреть Как это Реализовано Реализовано Это в моем Собственном Рукописном Классе Который Называется Embedded Output Встроенный Output Stream Я сделал Ничто иное Как Реализовал Интерфейс Предлагаемый Output Stream Абстрактным Классом Output Stream Ну тут Есть еще Небольшая Прослойка В виде Филтера Output Stream Но В общем-то Можно было Даже ее И не Использовать Потому что Она здесь Больше Нужна По смыслу Чем Ради Каких-то Полезных Функций Вот у меня Размер Одного Блока Максимальный Размер В виде Константы Вот Текущий Блок Который Я накапливаю В памяти Это Позиция В блоке Где Я в данный Момент Пишу Ну и Флажок Закрыт Файл Или не Закрыт Стрим Закрыт А дальше Я занимаюсь Реализацией Тех методов Которые Мы Видели С вами В лекции Райт С одним Байтиком Райт С массивом Байтов И Райт С массивом Байтов И Еще Координатами Отступ И длина Вот Я тут Пытался Максимально Понятно Выразить Идею Но Идея Заключается В том Что Пока Нам Наш Буфер В памяти Позволяет Мы Пишем В него Когда Он Заполнился Мы Сбрасываем Его На Диск Вместе С Префиксом Его Длины Ну вот Мы пользуемся Тут тоже Некоторой Битовой Магией Для того Чтобы Превратить Инт В Два Байтика Которые Мы Отдельно Пишем Вот Ну и Повторяем Это В цикле Пока Не Запишем Все Что Нас Попросил Клиентский Код То есть Пока Вот Длина Того Что Нам Еще Нужно Записать Больше Чем Ноль Ну Флаж Игнорируется Непонятно Что Нужно Делать В ответ На Флаж В данном Случае А В ответ На Закрытие Если У нас Есть Какой То Не До Конца Заполненный Буфер В данный Момент В памяти То Мы Его Сбрасываем Даже Пусть Он Неполный Вот И Дописываем Этот Самый Маркер Окончание Потока Который Записывает Туда Два Байтика Нулевых Вот Реализовав Такой Нехитрый Output Stream Я могу Сделать Переписывание Содержимого Файла В мой Архивный Файл При помощи Вызова Утилитного Метода Копи Класса Файл Который Принимает Собственно Путь К файлу И Output Stream Куда Нужно Это Все Переложить То То Вот Это Побайтовое Копирование Логика По Нарезке Файла На Блоки Она Живет Внутри Реализации Вот этого Output Stream Вот Теперь давайте Посмотрим На симметричную Операцию Операцию Распаковки Распаковка У нас Начинается Тоже В Мэйне Для Распаковки У нас Есть Класс Reader Который Получает Архив В качестве Параметров Конструктор И Метод Распаковки Содержимого Архива В какой-то Директория Тут Кстати Пиколо Вот Эта Штука И Еще Работает Лоу-бэ-3 Горит Так Ну тут Идея Точно Такая же На самом деле Будем Читать Из Некоторого Stream Из Данного Файла Распаковка Выглядит Следующим Образом Мы Берем Из Input Stream По Одной Все Такие Записи Которые Которые И В том же В том же В том же Самом Порядке Зачитывать Поля Он внутри себя скрывает эту деталь реализации и возвращает уже пользователю байтики, из которых все лишнее вырезано. То есть никаких вот этих префиксов там уже пользователь не получит. Они будут благополучно обработаны вот этим input-стримом и его методами read, которые мы тут реализовали. Ну давайте что ли запустим из интереса. Значит, я предлагаю сначала запаковать папочку с файлами нашего курса. Вот, то есть у меня тут три параметра. Первый говорит pack, второй — файлик, который мы создаем, третий — значит, директория со всеми файлами. Запустим, посмотрим, что получится. Ну никакого вывода в консоль нет, но зато на диске появился желанный файл. Вот эту вот папочку мы архивировали, и вот сюда все содержимое слили. Можно тут поискать. На самом деле тут никакого сжатия нету. Здесь все, ну как есть. SS было просто скопировано из файлов и слито в один большой поток. Вот можно здесь уже увидеть какие-то знакомые подстрочки. Это имя файла. Ну а дальше идет его содержимое, ну правда, которое достаточно трудно декодировать. Давайте посмотрим. Let another reader java. Это еще какая-то бинарщина. Это какие-то настройки идеи тут XML-ные. Так, а вот это, собственно, исходник. Вот это был префикс. Секция, значит, с именем файла и темпстемпами. А дальше пошло содержимое файла, которое мы только что видели в идее. Вот, оно никак не сжато. Поэтому мы его тут видим. И все это слито в одну кучу. Так, давайте проверим, что это распаковывается. Unpack. У меня, значит, вызывает команду unpack, передает ей этот архив и создает новую папочку. Распакуем. О, что-то распаковалось. Input-output, demo, CRC, main, java. Ну вот, тот же reader распаковался. А теперь я предлагаю прочувствовать всю мощь концепции ввода-вывода в java и добавить сжатие. Как вы думаете, сколько строчек мне нужно будет написать, чтобы мой архив начал паковаться zip-ом? Одну. Ну, две, потому что еще в распаковке придется написать. Вот. То есть смотрите, что мне нужно сделать. Начнем с упаковки, с writer. Значит, вот этот data output stream должен работать не просто поверх файлового стрима, а добавлять, сжать. Ну, можно вот какой-нибудь zip output stream. Раз. Сюда. А при чтении, перед тем, как данные интерпретировать, мы тоже запихнем сюда к zip input stream. Раз. И два. Теперь давайте запакуем. Так, ну, если помните, размер был 7 с чем-то в мегабайт в начале, теперь вот 6. Ну и, извините, он стал немножко нечитаемым. Но, тем не менее, мы его сможем обратно распаковать. Unpack. Ну, вот тоже вполне себе нормальное содержимое распаковалось. Ну и последнее. Коронный номер. Смертельный. Теперь я хочу паковать не все вместе, а хочу паковать только содержимое файлов. То есть, чтобы запакованные zip-ом у меня были только вот эти вот кусочки. а заголовки были никак не запакованы, просто plain-текстом. Ну, так же, как и раньше. Я этого тоже могу легко достичь модификацией двух строчек, но, правда, уже в другом месте. Так, убираем его отсюда. Вот у нас копирование из файла в архив. И здесь нужно то самое сжатие добавить. Раз. А на распаковке сделать обратное преобразование. Так, пакуем. Пакуем. Раз. Так, вот теперь видно, что имена файлов остались не закодированными. Можем поискать тот же вот этот E-Tenator Archive Reader. Но контент теперь закодирован. Сжат. Zip-ом. Распакуем. Упс. На распаковке мы что-то сделали не так. Что? Сначала запаковываем блог, а потом мы пишем. Хотели запаковывать. Сейчас проверим. Сейчас проверим. Так. Ну вот здесь мы сначала запаковываем, потом пишем. Это правильно. Здесь. Сначала зачитываем, потом распаковываем. Не-не-не, за это вот отвечает Embedded Input Stream. У нас сейчас лежит фильм Павел, что два лозда, а потом один большой zip. Ну, правильно. Когда мы читаем, мы можем эти zip разделить на его слое. Так, там же два преобразования. Одно преобразование — это сжатие к zip-ом, а второе — это запись вот с этими префиксами по отдельным блокам. Оно же никуда не девается. Я там... Порядок? Ну, может быть, я где-то перепутал порядок. Ладно, но сейчас уже время, к сожалению, нас уже будут сейчас выгонять. Поэтому давайте мы на этом остановимся. Вот, я найду, где ошибка, и выложу потом эту программку вместе с презентацией. Спасибо.